Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Не сказать, что там что-то интересное происходит на биткоине. Вчера поднимался на 70 тысяч, но затем снова опустился. Но интересное происходит на GME. И многие в моем комьюнити просили меня сделать теханализ. Короче, есть такой парень, его зовут Роринг Китти. Он был как-то на Reddit и собрал там огромный форум. И были крупные фонды, которые шортили GME. Это GameStop, старая компания, которая продавала раньше видеоигры. Ну то есть можно было прийти в магазин и физически купить видеоигру. Потом они пытались перейти в цифровой магазин, потому что понятно, что сложно продавать физически видеоигры в цифровом мире. Это тяжелый бизнес. И вот крупные фонды начали шортить GME. И затем появился этот форум с Роринг Китти. И он разогнал эту тему. Говорит, что типа нужно бороться с хедж-фондами. И все начали покупать GME. И это уже происходит долгое время. GME то поднимается, то падает. Поднимается, падает. И вот теперь это снова произошло. Вчера помпанул на 80%, но затем вернулся на 20%. И главный человек, который за этим стоит, это Роринг Китти. У него сейчас 188 миллионов акций. Это примерно 80 миллионов долларов. Такая история GME. Проведем сегодня теханализ. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я торгую уже 24 года. Каждый день записываете видосы уже 4 года. Ну вот недавно взял пару дней выходных. А так-то каждый день. Из моих видео вы можете учиться. Я показываю свой торговый аккаунт. То, что я делаю на рынке со своими деньгами. Но в этом принимайте свои решения. Это не финансовый совет. Это мои деньги, и я показываю, как я ими распоряжаюсь. А вы можете учиться у меня, если хотите. Но обязательно принимайте свои решения. Ну, теперь давайте перейдем на графики по биткоин. Открываем рынки. Я хочу, чтобы вы у меня учились. Учились на моих видосах. Но я хочу, чтобы вы принимали свои решения. Я не хочу, чтобы вы тупо копировали мои сделки. В общем, открываем график биткоина. На трейдинг вью. Недельный таймфрейм. И здесь каждая свеча – это одна неделя. Большая чашка с ручкой на биткоине. Вот она, большая чашка с ручкой. И цель по выходу из этой фигуры – 115 тысяч. Хорошие торговые объемы в целом. Но падают последние несколько недель. Объемы предсказывают цену. Поэтому опасная ситуация. Криптогурубот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. И пока что не перевернулся в продажу. Стохастик направлен вниз. Двойная вершина на стохастике направлен вниз. И я думаю, что биткоин пойдет на эту желтую трендовую линию. Вот эта желтая трендовая, по которой биткоин идет вверх в течение года. И я рассчитываю на разворот именно от этой трендовой. Опускаемся теперь на дневной. Стохастик здесь направлен вверх. И большая перевернутая голова и плечи. Вот она. Нет, не она. Вот она. Плечо, голова, плечо. Но проблема это торговые объемы. Они падают. Вот что меня беспокоит. Но вчера в целом-то все-таки были хорошие объемы. Вернулись в норму. Видите, вот здесь на выходных были очень низкие торговые объемы. Но вчера зашли объемы на покупку. Это хорошие новости. Биткоин сейчас уперся в сопротивление. Вот оно, большое сопротивление на биткоине. Это горизонтальная линия. Также, имейте в виду, что у нас тут восходящий клин на биточке. Восходящий клин это медвежий паттерн. Я не хочу сейчас открывать лонг на биткоине. Хотя тут мы видим бычий флаг. В принципе, вот это можно рассматривать как бычий флаг. Но падают торговые объемы. Стохастик направлен вверх на дневном. В принципе, неплохо. Но я не хочу заходить в лонг. Вот то, что вчера, например, произошло. Многие зашли в лонг, а биткоин упал. Я хочу заходить в лонг ниже, после коррекции. И у меня тут две торговые идеи. Заходим на 63. Стоп лосс ставим на 62.500. Соотношение получается 55.8. Риск 460 долларов, а заработать можно 25.600. Это в расчете на один биткоин без плеча. То есть на каждый доллар, которым я рискую, я могу заработать 55 долларов. По второй торговой идее соотношение 47.96. Цена входа здесь 59.632. По первой торговой идее у меня уже стоит заявка на 3 биткоина. И по второй на 10 биткоинов. Сейчас я в лонг не хочу заходить. Потому что если бы я вчера, например, зашел, то биткоин поднялся на 70, а потом опустился. Я жду какого-то пролива на рынке, каких-то плохих новостей. Биткоин опустится, там я зайду. И буду получать прибыль на росте. Но тем не менее, есть какие-то обычные признаки. Вот тут бычий флаг, например, который формируется. Также перевернутые головы и плечи. А медвежий – это восходящий клин, из которого мы можем выйти вниз. И также низкие торговые объемы. И на недельном стахастик, который вниз идет, это тоже медвежка. Можно было бы, конечно, и пошортить. Но я шортить не люблю. Биткоин. Я бы лучше в лонг заходил от этих уровней пониже. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Где эти ссылки? Вот они. Один – это биржа, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. На BingEx можно также торговать. На Binance. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу. На BingEx можно торговать без верификации. Ну, в общем, сами там разберитесь, что там для вашей страны конкретно, что получше. Выбирайте. Я знаю, что многие используют BingEx для трейдинга. А многие используют также и Binance, и Bybit. В общем, два – это курсы. Тоже проходите. Все курсы вообще пройдите, это полезно. И затем присоединяйтесь к Телеграму. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Заявка на 3 биткоина по 63 тысячи. Сейчас я биткоин 69100. Все. Ставка финансирования 0,01%. Заявка на 3 биткоина по 63 тысячи. И на 10 биткоинов по 60-250. И также ордер на 1 миллион доджкоинов по 11 центов. Также на споте у меня заявки. На Покете по 9 центов. И на биткоине по 58 тысяч. И что я в принципе держу? Это обзор моего баланса. 45% у меня в USDT. 7% в Покете. 17% в MCR Team. Но это не финансовый совет. Я набираю MCR Team. Я был ранним инвестором в этом проекте. MCR Team. Покет World. Но это не финансовый совет. Проводите свои исследования. Принимайте свои решения. У меня также 1 биткоин на споте. WorldCoin на 8%. Юни 4. Dogecoin 3. 8%. Хочу увеличить позицию в доджкоине. Но нужно делать это аккуратно. Я хочу, чтобы у меня примерно 50% было в кэше. По биткоину я могу сократиться. В принципе я так стараюсь держать 10 каких-то активов. Под 10% каждого. Лайткоин, эфириум. Это я не торгую, оно как-то тут оказалось. Не знаю, может когда-то торговал. Ну короче. На балансе у меня 611 700 долларов. 20 тысяч я забрал отсюда. Или 30. В общем, 30 тысяч долларов я инвестировал в XAI. Компанию Илона Маска. Это мы сделали через SuperPack. Но вы должны сами там разобраться. Что за компания, как инвестировать. SuperPack XAI. Но будьте очень осторожны. Потому что много скамеров. Я сделал это через свою компанию, Гуру Венчерс. И это в принципе можно сделать. Но аккуратно проведите свои исследования. Разберитесь. И там еще комиссия большая. 40% или 30%. Зайти, выйти. Поэтому проведите исследования. Разберитесь. Погуглите. В общем, я забрал с Bybit деньги для того, чтобы инвестировать. И в целом, то, что мне здесь на балансах много так не меняется. Последние дни было 630-640. Может быть, чуток просел баланс на выходных. Но теперь давайте посмотрим на Dogecoin. И также потом на GME. Потому что многие просили. Я там ничего не покупал. Вообще не хочу к этому иметь отношения. Я не люблю компании, которые в тренде. Но в целом, если вы посмотрите на финансовые показатели компании, то они ужасные. Посмотрите. Коэффициент цена-прибыль. 1091. Основной показатель Уоррена Баффета. Оно там должно быть 20. Например, вот если мы посмотрим на Meta или Google, или любую крупную технологичную компанию, которую я люблю покупать. Например, там та же Meta. Скажем. А где же Meta? Давайте вернем в избранное Meta, Google. Вот если мы посмотрим на Google или на Meta, то мы увидим. Вот Meta, например. Коэффициент цена-прибыль. Посмотрите, коэффициент 26. И посмотрите, какая у них прибыль. В прошлом году общая выручка 134 миллиарда. Всему этому я обучаю на своих курсах по трейдингу на фондовых рынках. А чистая прибыль 39 миллиардов. Коэффициент цена-прибыль 26. Общая выручка 134 миллиарда. А чистая прибыль 39 миллиардов. А если мы посмотрим, например, на Google, тоже одна из самых крупных компаний. Мы, кстати говоря, покупали Google по 88 долларов. Поздравляю. Всех, кто покупал Google вместе со мной, прям четко на дне. Я покупал по 88, продал два месяца назад. Google продолжает расти, но если мы померяем от самого дна, 109 процентов с начала 23-го года. Короче говоря, если мы посмотрим на финансовые показатели Google, всему этому я обучаю на своих курсах. И здесь коэффициент цена-прибыль 26. А в прошлом году они заработали 307 миллиардов общая выручка и 73 миллиарда чистая прибыль. А теперь давайте сравним это с GameStop, GME. Открываем GME, финансовые показатели. И вот смотрите, что я имею в виду. У них коэффициент цена-прибыль 1091. Очень переоценен GameStop. А их прибыль, да это просто насмешка. Мы только что посмотрели на мета, на Google. Там была выручка в 300 миллиардов и 70 миллиардов чистой прибыли. А у этих общая выручка 527 миллиардов, а чистая прибыль 6,7 миллиона. То есть у Google была выручка 300 миллиардов и 70 миллиардов прибыли. И коэффициент цена-прибыль 26. А у этих выручка 5 миллиардов, а чистая прибыль всего лишь 6 миллионов. Поэтому будьте очень-очень осторожны. Вчера там помпанул, конечно, GME на 40 долларов и опустился обратно. 11 июня будет опубликован финансовый отчет. Поэтому будьте очень осторожны. Если у них такое соотношение общей выручки и чистой прибыли, то здесь что-то не так. На 40 долларов было сопротивление. Ровно и дошло до 40 долларов. Вчера я об этом говорил в Твиттере. И затем вернулась цена обратно. Здесь большие объемы. Но нужно быть очень осторожным. Потому что коэффициент 1000 – это определенно переоценен актив. Так, открываем теперь доджкоины. Проведем теханализ здесь. Мы тоже видим восходящий клин на доджкоине. Можем выйти из него вниз. Стохастик направлен вниз. И падают торговые объемы. Можно измерить расстояние, которое пройдет доджкоин по выходу из этого восходящего клина. И как раз придет доджкоин на 11 центов, где у меня стоит заявка. Также обратите внимание, что нисходящий треугольник на доджкоине. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Поэтому я постараюсь подобрать доджкоин на 11 центов. 11.12. Такую заявку я и поставил на Bybit. Поставил заявочку на 11 центов. Хочу подобрать 1 миллион доджкоинов. Это на деривативах, а также хочу взять на споте. Поэтому давайте поставим ордер на споте, на доджкоине. И попробуем взять. Давайте на сколько? По 12 центов. Давайте возьмем на 50 тысяч долларов доджкоина. Нет, на 30 тысяч давайте. По 12 центов. Подтверждаем. Что ж, это был доджкоин. Также прошлись по битком. Напоминаю, что под видео полезные ссылки. На Bybit можете получить хорошие бонусы. Два это мои курсы. Вот, например, по фондовому рынку пройдите. Будете знать, что такое коэффициент цена-прибыль. Другие фундаментальные показатели. Курсы по криптотрейдингу. Здесь можно научиться теханализу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Ну что ж, на этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Джейми поднялся до 40 долларов. Уперся в сопротивление. И это будет диапазон между 20 долларов и 40 долларов, в котором Джейми будет ходить. Но будьте очень-очень осторожны с этим Джейми. Подождите финансовый отчет, который будет 11 июня. Да, там есть хайп. Но их бизнес-модели так говно. 5 миллиардов выручки. И 6 миллионов чистой прибыли. И коэффициент цена-прибыль выше 1000. Сравните с Google. У них коэффициент 26. У Меты общая выручка, там, сотни миллиардов долларов. И у Google тоже 300 миллиардов выручки. А чистой прибыли 70 миллиардов. А Джейми выручка 5 миллиардов. А чистая прибыль 6 миллионов. Поэтому будьте очень осторожны. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно пишите в комментариях, что мне проанализировать. Задавайте вопросы. Всех люблю, обнимаю. Моя задача – покупать дешево, продавать дорого. Как инвестировать, быть ранним инвестором. Вот, например, как я инвестировал в компанию Илона Маска, XAI. И обо всем этом я каждый день рассказываю в своих видосах. Моя задача – покупать дешево. Как, например, я купил в конце 22-го года. Я покупал Google, Meta, Tesla, что там, Bitcoin, Ethereum, Uniswap, FXS я брал. Все это покупал я. А потом все продал несколько месяцев назад. На вершине. И моя задача – покупать дешево, а продавать дорого. А затем по новой. И смотрите мои видосы, это бесплатно. Но проводите свои исследования, принимайте свои решения. Я ранний инвестор во многих проектах. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. 나타난 translation. Альтерью. В... В... Продолжение следует...